Объединить химию и творчество в одном проекте легко. Участники конкурса научно-исследовательских работ «Дети Менделеева» проводят такие необычные эксперименты, что назвать их просто химическими опытами будет неправильно. Ученик 28-й школы Иван Лапшин, например, испытывал созданную им зубную пасту на куриных яйцах. Говорит, что эффект был лучше, чем от магазинного продукта. Я нам дал в магазине много зубных паст, изучил их состав, мне он не понравился. Я решил создать свою зубную пасту из органических веществ. Мафирных масел, глицерина, меда, древесного угля. Каждый компонент отвечает за борьбу с теми или иными проблемами. Конкурс «Дети Менделеева» проходит в Балакове уже в пятый раз. Это образовательный проект, который реализует музей Балаковского филиала АО «Апатит». В прошлом году, кстати, конкурс «Дети Менделеева» стал лауреатом национальной премии «Корпоративный музей» в номинации «Лучший образовательный проект». Мы в 2020 году начинали с четырех школ. И одной из первых была, конечно же, наша подшефная 25-я фосагрошкола. То сейчас, как я уже сказала, у нас 15 школ. И все пять лет фосагрошкола является бессменным участником наших проектов. Работы сильные. С каждым годом они становятся все более и более интересные. Потому что кураторы проекта понимают, что мы оцениваем не то, что ребенок найдет в интернете, а его личный вклад в ту или иную научно-исследовательскую работу. Актуальность этой работы – умение защищать. Темы, над которыми предлагается поразмыслить участникам конкурса, из года в год остаются прежними. Это основные направления развития химии. Красота и здоровье, экология и сельское хозяйство, химическая, пищевая. На этот раз на суд жюри были представлены 34 работы. И педагоги отметили уникальность проектов и качество их подготовки. Когда дети готовятся к этому конкурсу, мы видим, как по-особому они с целью относится к той тематике работ, которую они выбирают. Вкладывают туда все свои знания и умения. Просмотрев уже заявленные работы, мы видим, что они абсолютно не повторяются с прошлым годом. Это радует. Конечно, молодцы педагоги, молодцы наши учителя химии, которые находят вот таких звездочек, ребят, среди вас, которым интересна наука химия. Окунувшись в мир исследований и выйдя за рамки школьных знаний, ребята начинают лучше понимать всю многогранность химии. А это способствует выбору профессии. Все участники конкурса «Дети Менделеева» хотят связать свою жизнь именно с этим направлением. Я пока что думаю точно с специальностью, но точно знаю, что пойду в медицинский на врача. Мне хотелось бы помогать людям. Химия – это основной предмет профильный, поможет при освоении моей профессии. И плюс мне очень нравится сам этот предмет, он очень интересный. Химия – древнейшая наука, но она не стоит на месте. Даже таблица Менделеева, созданная в 1869 году, до сих пор пополняется новыми элементами. Поэтому поле для деятельности огромное. Все, что нас окружает, это в основном все связано с химией. Это сегодня и пищевая промышленность, и химическая промышленность, и вся экологическая основа, и медицина сегодня без химии практически не существует. Руководитель методического объединения учителей химии Татьяна Родина уверена, каждая работа, представленная школьниками на конкурсе, может иметь развитие. Могут, конечно, если они будут иметь серьезную экспериментальную базу. Тогда могут. Есть такие конкурсы уже более высокого уровня, российские, но и международные, безусловно. Эти конкурсы нужны, потому что они развивают познавательный интерес. Они позволяют ребенку раскрыть себя не только на уроке, но и во внеурочной деятельности. Опять же, это все обучает, учит работать с литературой, учит работать. У нас эксперимент, у нас же химия. Поэтому учит работать с оборудованием, учит делать выводы, анализировать. Организаторы и члены жюри говорят, дети Менделеева – особый проект. Ведь он объединяет ребят, готовых исследовать и открывать что-то новое, разбираться в сложных вопросах и искать решение актуальных проблем.